Я ругаюсь и буду упорно проклинать вас хоть тысячи лет, потому что, потому что хочу в уборную, а уборных в России нет. Странный и смешной вы народ, жили весь век свой нищими и строили храмы божие, да я бы их давным-давно перестроил в места отхожие. Это Сергей Есенин написал еще в 1920-х. А сегодня, спустя 100 лет в эпоху диджитал, Российская Федерация занимает первое место по доле населения без доступа к туалетам среди развитых стран. Зато Крым наш, скрепы, мифы о великих победах и особый русский путь. А уборных так и нет. В Ленинграде до середины 1960-х годов вообще не было канализации и сильно хромало водоснабжение. То есть в Древнем Риме 26 веков назад были и канализация, и водопровод, а в блистательном дореволюционном Санкт-Петербурге, а позже советском Ленинграде, нет. Россия – империя фасадов. Эту фразу Маркиза де Кюстина можно смело ставить эпиграфом к любым материалам о российском государстве. Россия – это сверкающий парадный подъезд со своей главной государствообразующей скрепой – выгребной ямой на заднем дворе. В середине 19 века в Петербург приехал граф Эссен Стенбекфермер, посмотрел, как в столице Российской империи моются из кувшинов, и сделал первый водопровод на нескольких улицах. Вода подавалась водокачкой, стоявшей у Воскресенского моста. Но граф прогорел, потому что никто не хотел подключаться к этому водопроводу. К Первой мировой кое-какой частный небольшой водопровод наладили, но только в некоторые фешенебельные районы дворцов и дорогих доходных домов. Но и там воду брали из Невы, в которую все отходы избрасывали. В царский дворец шла вода со следами отсутствующей канализации всех фабрик, больниц и бань, что выше по течению. 1910 год. Царский врач, встревоженный появлением новых очагов холеры в столице, советует императрице Марии Федоровне обзавестись у себя в Ванечковом дворце внутренней системой водоочистки и машиной для выделки льда. Сейчас, объясняет он, вся столовая посуда, промытая водой из кранов городского водопровода, покрыта бактериями всевозможных болезней, а особенно возвратного тифа. А на кухне используется лед, поступающий со склада у Таврического дворца, расположенного рядом с заразным отделом дворцового госпиталя. Оттуда привозится ежедневно два воза льду, причем даже по внешнему виду он грязен. Императрица внимательно читает доклад и дает согласие на установку очистной системы, но машина для выделки льда кажется ей совершенно ненужной. В Ванечковом дворце продолжают пользоваться льдом из воды, смешанной с больничными отходами. Обитатели петербургских квартир выбрасывали мусор и отходы в две выкопанные во дворе отхожие ямы. Их стоки и внутренняя обшивка были деревянными, то есть проницаемыми, что позволяло сточным водам уходить в почву. Прочие нечистоты в 80% случаев прямо выливались в реки и каналы. И из этих же рек вода шла в пищу, и на них же купальни, бабы полощут белье. Это серебряный век, столица в великой в кавычках России, с перманентной холерой и тифом, а не только хрустом французской булки, лакеями и юнкерами. Среди больших европейских городов Санкт-Петербург занимает посмертности и заболеваемости одно из первых мест, причем из общего числа умирающих здесь людей третья часть падает жертвой заразных болезней, из которых некоторые, например брюшной тиф, никогда в Санкт-Петербурге не прекращаются. Такое исключительно неблагоприятное санитарное состояние названного города объясняется многими причинами, но в числе их главнейшее – отсутствие в столице канализации и дурное качество питьевой воды. Это накануне Первой мировой написано о России, которую мы потеряли. Водоприемники городских водопроводов расположены на Неве и в ее рукавах в самой черте города. Причем выше водоприемников по течению расположены густонаселенные местности и целый ряд фабрик, заводов, бань и больниц, беспрепятственно спускающих свои отбросы в ту же Неву. Таким образом, накапливающиеся в Санкт-Петербурге нечистоты в сущности не удаляются, а совершают своего рода постоянный кругооборот из домов в Неву и из Невы по водопроводам обратно в квартиры обывателей. То есть водопровод и ватерклозет в некоторых дорогих домах были, а вода из труб – в выгребную яму во дворе. Господа были в иллюзии, что живут в Европе, как бы при удобствах, а за фасадом – та же выгребная яма и круговорот нечистот в природе. В 1916-м Дума решительно озаботилась санитарным состоянием города и намерена была приступить к строительству канализации, но тут грянул 1917-й. Снова приступили в 1920-х, аж с деревянными трубами. Дореволюционный уровень подачи воды в городскую водопроводную сеть был достигнут лишь к 1935 году. А до революции этот уровень имели-то всего пара процентов горожан. Канализацию решили сделать для начала в одном отдельном районе на Васильевском острове. Строили 10 лет, сточные воды сбрасывали без очистки в Невскую губу, то есть снова круговорот. Ну а дальше, к 1940-му, была разработана схема и утвержден план, но настал 1941-й. В блокаду вышло из строя все то немногое, что было. В 1952 году Государственный комитет Совмина СССР утвердил проект строительства канализации в центральной части Ленинграда. Только центра и только проект утвердили. То есть в 60-е начали копать, а в 1966 году была утверждена генеральная схема канализации уже для всего города Ленинграда. До Брежнева в Ленинграде не было канализации. Гагарин уже полетел в космос, сделали атомную бомбу, а канализации и туалетной бумаги в северной столице, я уже не говорю о просторах страны, не было. То есть Блок, Ахматова, Мандельштам, Мариинский театр, Шостакович, Серебряный век – это все как бы само по себе. А во дворах – выгребные ямы. Очищать сточные воды стали хоть как-то с 1978 года. Прагматичные скандинавы построили ленинградцам очистные сооружения, чтобы чистить там, откуда льется, а не у себя, куда приплывает. В 2012 году нефтяная смех держава замахнулась аж на обеспечение услугами водоснабжения и канализации интенсивно развивающихся территорий на границе города и области. О как! Но снова не сложилось по известным причинам. Крым наш, Донбасс, санкции. На все разговоры о технологическом могуществе великой в кавычках России можно ответить одной цифрой. В России 21 века 30 миллионов человек все еще живут без канализации. При сохранении нынешнего темпа инвестиций, для модернизации изношенных канализационных сетей и обустройства новых России потребуется 175 лет. Это расчеты Института экономики города. Мы реально работаем очень хорошо. Мы реально обогнали всех. Заявляет в это время президент России в проекте ТАСС 20 вопросов Владимиру Путину. Да уж, первое место по доле населения без доступа к туалетам среди развитых стран – это успех, Владимир Владимирович. Продолжайте, не останавливайтесь. Мы реально на самом высоком уровне находимся. Но уже у нас появляются свои собственные... Все постепенно, но нарастает. Спасибо за внимание. Больше материалов смотрите на сайте хрендяблики.ком Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, поддерживайте автора на платформе Патреон. И ваше имя появится в титрах очередного ролика. Всем добра и здоровья! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!